Светы от имени КПРФ и девичье сердце дрогнуло. Марьяна встречает нашу съемочную группу обворожительной улыбкой. Железная девочка, принцесса штанги. Как ее только не называли. В жизни гостеприимная хозяйка и приятный собеседник. Марьяна приглашает сразу к столу. Так, обычно я готовлю омлет из двух яиц. Точнее, два желтка, чтобы было. Там много холестерина, но они полезны. И больше двух в день нельзя. Раньше я выбрасывала все. Мама очень ругалась. И сейчас два оставляю. Питание у Марьяны спортивное. Ничего лишнего. В то время, когда женщины готовятся принимать подарки к 8 марта, Марьяна готовится к очередному соревнованию. В Международный женский день ей предстоит еще раз продемонстрировать свою силу. В США на турнире Арнольд Классик. Поэтому никакого пирожного, мороженого и прочих лакомств. Кто это не любит, но, к сожалению, я готовлюсь к соревнованиям. И при подготовке нельзя это кушать, потому что я могу... Мне надо держать свой собственный вес. Потому что в нашем виде спорта, чем ты меньше весишь, тем легче обыграть соперника. И такая проблема уже началась, наверное, с лет 11. Раньше я кушала то, что хотела. А вот и сейчас приходится себя сдерживать. Ей всего 15, но спортивным достижениям может позавидовать даже самый именитый спортсмен. Свой первый рекорд она установила в 10 лет. Покорив вес 60 килограммов в возрастной категории до 14 лет. С тех пор больше 15 мировых рекордов. На протяжении трех лет оставалась абсолютной мировой рекордсменкой в своем возрасте. Естественно, такие достижения не даются просто так. За семейным столом мама Марьяны рассказывает, каково это воспитывать дочь-чемпионку. Она мало посещает школу из-за своих поездок, соревнований. Горова ты. Часто я хожу в школу, чтобы прогулять в школу. Это надо, не знаю, притвориться тяжело болеющим ребенком. Школу пропускаю только из-за соревнований. Ну да, пропускаю много. Но они у меня бывают редко, два раза в год соревнования. Нет, всегда у тебя соревнования, перейти, как начинаются самые основательные, контрольные, самостоятельные. Ну, сейчас недельку пропущу, но придется тогда к учителям подходить, всякие самостоятельные писать. Ну, справимся, как всегда. Ничего не поделаешь. Чемпионский характер дает о себе знать. Целеустремленность, упорство и бескомпромиссность – отличительные черты Марьяны Наумовой. С этим приходится мириться домашним. Но они понимают – по-другому мировые рекорды не устанавливают. Она всегда такая была лидером, даже с самого детства. То есть, когда мы приходили на какие-то мероприятия, она всегда была первая. У нее еще такой просто переходный возраст, она чуть-чуть ежик у нас. Сашка вот маленькая, она более добрая, более погладистая. Расти обычной девочкой в такой семье второклассница Саша, конечно же, не хочет. Глядя на сестру, она тоже решила свою жизнь связать со спортом. Только вот с каким именно – еще не знает. Пока это танцы. Ну, я больше всего люблю танцевать и надеюсь, что я буду танцевать. Я просто худенькая, как балерина. Просто такая худышка. Мама меня то дротиком называет. Смотри, на тебя вот здесь. Дома все время танцую. Но ты же все равно пошла по Марьяниным стопам. Марьяна занималась? Ну, Марьяшка занималась спортивной аэробикой. Смотри, Лешка. И я. Но я люблю танцевать, и поэтому я хочу стать профессионалкой в танцах. Перекусив яичницей, Марьяна садится за уроки. Времени мало. Сегодня еще на тренировку. А через несколько дней уже соревнования. За чемпионские титулы и мировые рекорды учителя поблажки не дают. А некоторые даже спрашивают вдвойне. Если чемпионка, то должна знать. Так что иной раз приходится и шпаргалку на руке писать. Вы заметили? А там было пару дат по истории. Они стерлись. Но они мне не понадобились. Комната Марьяны больше похожа на музей спортивных достижений. Причем не 15-летней девушки, а как минимум спортивного клуба, где выставляется достижение всех участников. Эти кубки, медали и грамоты Марьяна заслужила всего за 5 лет. Это перстень за норматив элиты России. Я стала первой девушкой до 18 лет, кто его выполнил. И он очень для меня значим. Это норматив выше, чем мастер спорта международного класса. Медаль тоже с Олимпии. Один из значимых турниров для меня. Там я заняла второе место. Да, еще есть где-то такая же, только с первым местом. Теперь юную силачку и схемок весь мир знает. Сам Арнольд Шварценеггер, основатель турнира Арнольд Классик, считает честью сделать селфи с Марьяной Наумовой. А сама чемпионка теперь каждый год старается попасть на турнир Шварценеггера. В этом году ей удалось. И 8 марта будет отмечать именно там. За месяц до соревнований Арнольд Классик я написала письмо в фейсбук, но думала, что ответа не будет. В принципе, так и случилось. Но когда мы уже были на самом турнире, папе позвонила какая-то женщина и сказала, что надо выходить к выходу. Мы вышли, увидели толпу людей, и кто-то начал кричать «Арнольд, Арнольд идет!». И я так испугалась, так удивилась и побежала в эту толпу. В общем, получилось так, что мы как-то встретились с ним взглядом. Он меня, может быть, уже знал. Позвал к себе, и мы начали общаться. Это были незабываемые минуты, их было всего, не знаю, парочка. Но они очень значимы для меня, потому что Арнольд кумир, наверное, с самого детства. Я любила очень его фильмы «Терминатор», а сейчас он стал кумиром по жизни, наверное. Как и Шварценеггер, Марьяна Наумова в будущем планирует стать известным политиком. Общественная жизнь начала уже сейчас. Первый значимый шаг – вступление в ряды пионеров. Теперь она уже комсомолка. На Красной площади меня принимал сам пионеры Геннадий Андреевич. Это было очень приятно и очень здорово. Маленькая сестренка была рядом и сказала, что через какое-то время тоже хочет быть пионеркой. А потом я стала комсомолкой. Просто при поддержке такой мощной политической партии мне проще заниматься общественной работой. Я езжу по школам, где на домах и рассказываю детишкам о спорте. «Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами», – писал советский поэт Лев Озеров. Спортивный клуб КПРФ – единственный, кто протянул руку помощи Марьяне в трудную минуту. Марьяна пришла к нам в клуб совсем еще юной девочкой, но уже большой спортсменкой. Она обратилась к нам за помощью. Ей надо было поехать на чемпионат мира, насколько я помню, в Ригу. Была огромная вероятность, что она возьмет золотые медали на чемпионате мира. И, как ни странно, ни одна спортивная организация государственная не смогла предоставить ей помощь. Мы с удовольствием откликнулись на ее просьбу, оказали поддержку. И Марьяна, естественно, вернула золотую медаль и после этого сказала, что хочет вступить в наш спортклуб и работать и дальше достигать успехов именно вместе с спортклубом КПРФ. За свою недолгую общественную деятельность она узнала – путь публичного человека, тем более с левыми взглядами, в современном мире легкой прогулкой не будет. Придется доказывать свою правоту, не только выжимая рекордные веса на соревнованиях. Раньше на этом месте с другими корочками стоял мастер спорта Украины, который я получила где-то в 10 лет на своих то ли вторых, то ли третьих соревнованиях. Ну, в общем, после поездок на Донбасс у меня забрали это звание. Это, на самом деле, очень странно, потому что я ездила к детишкам, но я уже террорист. Это, на самом деле, очень смешно. И, надеюсь, меня не развернут на границе с Америкой. Это будет странно, потому что я ребенок, и я сейчас не занимаюсь политикой, я езжу к детишкам, помогаю им, как-то приношу частичку мира. Да и среди сверстников приходится непросто. Ведь никто не любит, когда кто-то слишком сильно выделяется из общей массы. Быть сильной, не пасть духом от насмешек и издевок, помогает все тот же несгибаемый чемпионский характер и любовь к людям. Это было такое время, наверное, в классе четвертом где-то. Я приходила в школу, рассказывала о своих достижениях. Ну и как-то всем это начало надоедать. Начали меня обзывать. Вот, мол, мальчик в юбке, там, пацанка. Я так расстраивалась, так обижалась. Я приходила домой, плакала. Родители меня утешали. К счастью, я не могу бить людей. Для меня это как-то неприемлемо. Всю свою злость, если она у меня есть, я вымещаю в спортзале, ставя рекорды, хорошо тренируюсь. А так, в принципе, в жизни я не скажу, что добрый человек. Но, скорее всего, злость я свою не вымещаю на людях, а вымещаю именно на штанге. Наверное, вот такой вот секрет чемпионства. Тренировки три раза в неделю по полтора часа. Работает Марьяна и с профессиональным тренером. Но психологически на новые рекорды настраивает отец. Он и возит чемпионку на все соревнования. Обычная тренировка Марьяны. Сейчас штанга весом 90 килограмм. Пять подходов по четыре раза. Неплохо для 15-летней девушки. Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Только вот почему же она выбрала такой неженский вид спорта? На этот уже надоевший вопрос отвечает со вздохом. Ох, наверное, началось все с того, что я поехала с папой на соревнования. Я увидела, как жмут другие девчонки, как жмет папа. Мне стало так интересно, я решила попробовать на разминочном лежаке во время соревнований, во время перерыва. Я вышла 20 килограммов, это пустой гриф, на четыре раза. И для 10 лет, для девчонки это был вполне такой серьезный результат. И на следующий день мы пошли с папой в спортзал и начали тренироваться. Но ничего женское ей не чуждо. Даже после изнурительных тренировок и выматывающих соревнований Марьяна Наумова остается девушкой. Нежной, четкой и красивой. Я стараюсь следить за собой все-таки. Я девушка и я люблю свои длинные волосы. По каким-то праздникам и вообще в школу я стараюсь красиво одеваться. Девушка должна оставаться девушкой, несмотря на то, что ты чем-то занимаешься там. Даже не женским видом спорта. Ты должна краситься, красиво одеваться, следить за собой. Это все очень важно. Съемочная группа КПРФ ТВ желает Марьяне новых мировых рекордов. И поздравляет всех женщин с 8 марта. Иван Жушман, Алексей Ширяков и Николай Прокопенко. КПРФ ТВ.